Пока голос Кыргызстана не будет услышан Евразийской экономической комиссией, такие вопросы, как обеспечение прав и гарантий мигрантов, будут являться большой проблемой для республики, заявил глава Кабмина, выступая накануне на форуме «Евразийская неделя». По его словам, согласно правилам игры, трудящиеся за рубежом должны пользоваться всеми правами наравне с гражданами России. Однако на деле получается так, что кыргызстанцы ограничены в денежных переводах, подчеркнул он. Пример напомнил, что ранее официальный Бишкек несколько раз поднимал эти вопросы, но ответа из ЕГЭК так и не последовало. Мы должны ликвидировать все препятствия, барьеры, которые имеются на сегодняшний день. Мы эти вопросы будем выносить и дальше на встречах глав правительств. Вместе с тем считаю, что руководство Евразийской экономической комиссии обладает достаточным опытом и пониманием для решения данной проблемы. Все эти вопросы должны решаться в пользу простых граждан, независимо от гражданства наших стран. Возмущение кыргызской стороны понятно, ведь расчет был таков, что после вступления Кыргызстана в союзное объединение, помимо соблюдения равных прав, не должно было быть и никаких ограничений в части переводов заработанных средств на родину. На деле же получается так, что в России для наших граждан этот лимит установлен в размере 100 тысяч, для казахстанцев 150 тысяч, а для граждан Армении и вовсе в районе 1 миллиона рублей. Одной этой статистики достаточно, чтобы открыто обвинить ЕС в предвзятом отношении. Этот вопрос не раз уже поднимался на всех площадках ЕС, на совете, на межправительственном совете. Также этот вопрос поднимался и в двустороннем порядке между премьер-министром Кыргызской Республики и премьер-министром Российской Федерации. В данное время вопрос пока не урегулирован. Но время идет. Нынешнее положение дел может существенно ударить по экономике республики. Тем более, что переводы мигрантов равны третьей ВВП страны. Так, по итогам прошлого года, объем вливания трудящихся за рубежом составил 2 миллиарда 200 миллионов долларов США. Но ограничительные меры в части денежных переводов были приняты российской стороной не просто так, а имея на то веские основания, говорят эксперты. По их словам, явление это временное, а значит для нас не все еще потеряно. Тем более, что в этом направлении уже ведутся необходимые переговоры, отмечают спецпредставители правительства в ЕС. Началось все с того, что в 2018 году Банк России провел анализ денежных переводов в Кыргызскую республику и в Республику Казахстан и выявил, что ежемесячно порядка 400 миллионов рублей переводятся преимущественно в одни и те же точки. Это адреса совпадали с адресами больших торговых складов, либо базаров. Соответственно, Банком России было в январе 2019 года выпущено рекомендации для платежных систем. На основании этих рекомендаций платежные системы провели свой анализ с января по апрель месяц. И за эти три месяца анализ показал, что для большинства трудящихся, которые находятся в этой стране, эти суммы, которые переводятся, они просто неподъемные. Эксперты полагают, что после завершения работы Евразийской недели будет получен новый импульс для продвижения в развитии союза. Уже сейчас на примере Кыргызстана в ЕЭК согласны с тем, что их роль должна быть усилена в решении споров. Особенная эффективность работы Евразийской экономической комиссии должна быть проявлена в части свободного перемещения капиталов и формирования рынков, отмечают эксперты. В то же время, если не брать во внимание имеющиеся пробелы, то в целом миллионы людей уже почувствовали выгоду от вступления в союзное объединение, говорят эксперты. К примеру, сегодня активно решаются пенсионные вопросы мигрантов по устройству детей в образовательные учреждения по месту пребывания трудящихся. Правда, тут еще многое предстоит сделать, признаются представители комиссии. Медербек Мамбиталиев, Нурмухамед Абдумаджинов. Новости Ошперим.